Ребята, всем привет! Как у вас дела? Я сейчас делала фотографии для инстаграм и собираюсь поехать в фикс прайс, потому что там много всего, оказывается, появилось, чего я не видела. Все это мне нужно, поеду, посмотрю. Но, конечно, в последнее время я уже не покупаю, знаете, в фикс прайсе все такие вот бесполезные штуки, которые раньше покупала, потому что я заметила за собой, что проходит время, потом приходится это все выбрасывать, по сути, если, ну, это не касается, там, косметики, которую, там, я использую, да, скрабы, допустим, для тела. Вот, а какие-то вещи, там, взяла, ну, коробочка красивая, ну, там, это что-то, и все как-то, я не знаю, ну, вот, хаотично лежит в доме, что приходится от этого потом избавляться. Я сейчас сделала, ну, макияж себе такой и образ. Вот как раз-таки самый-самый-самый смак-тренд, который сейчас на корейском ютубе, вот именно то, что корейцы снимают, блогеры. Просто, например, если 2-3 года назад на корейском ютубе не было столько много блогеров, и в последнее время у них просто какой-то, я не знаю, бум, наверное, произошел. Очень много девушек, и все они красивые, все классно снимают. Я в последнее время вообще не смотрела наш русскоязычный ютуб практически никого из блогеров, потому что, во-первых, времени не хватает, а так я на фон ставлю какой-нибудь, там, не знаю, ролик кореянки, и слушаю параллельно ее речь, чтобы не отвыкать. Потому что вот эти, получается, ну, то, что я не была в Корее, там, сколько, полтора-два года, я очень сильно забыла язык. И когда я туда приехала, мне пришлось снова, знаете, вот привыкать к этой речи. С иностранными языками я читала всегда так, то есть нужно постоянно чем-то подпитывать это, иначе, ну, просто так не получится постоянно помнить язык. Нужно фильмы смотреть, все это. Я думаю, зачем время терять мне, я лучше поставлю заодно и язык посмотрю, послушаю его и посмотрю какие-то видео. И вот сейчас там девочки снимают макияж черри, макияж бургундия, винный макияж, вот именно с такими красно-бордовыми оттенками, как у меня сегодня. Думаю, надо-надо тоже повторить, потому что такие оттенки вообще, в принципе, всегда опасны, потому что глаза могут выглядеть заплаканными, уставшими, больными. И мне кажется, что сейчас у меня этот макияж идет. Плюс ко всему я научилась использовать свой тинт новый корейский, который до этого вообще не могла использовать, потому что мне казалось, что он по цвету мне не подходит. А сейчас губы вот прям такие конфетные получились. Короче, я в восторге от сегодняшнего своего макияжа, мои просмотры роликов корейских блогеров не прошли даром. Вот, и берет мне очень идет, вы постоянно мне делаете комплименты, когда я в этом беретике. И все, побежала я в фикс прайс, хотела вам просто отметиться, показаться, что вот, потому что урока на этот макияж я не снимала, естественно. Но если вдруг кому-то понравится, может быть, я его в инстаграм от сниму, посмотрим. Потому что это просто самый трендовый макияж. Та-дам! Как вы поняли, я уже в фикс прайсе и нашла здесь копилку в виде хрюшки. Вот это настоящая копилочка. Я по копилкам вообще в последнее время тащусь, потому что мы увлеклись и столько много монет собрали, что скоро нужно будет разбивать уже копилку. А вот эту действительно придется разбить, по-моему, потому что, не знаю, здесь открывается пузо или нет. Да, по-моему, здесь можно открыть, так что разбить ее не получится. Подсвечники. Каждый год такие, только в разных цветах. У меня фиолетовый такой дома есть. Есть в голубом цвете, в золотом, в красном. В золотом, кстати говоря, красиво смотрится. Фонарик. Ну, вот сюда свечку можно поставить, и будет красиво. Ой, Дед Морозы! Такие всякие игрушки интересные. Ангелочки. Вот. И всякие игрушки елочные. Handmade. Снежинки, которые я уже покупала. Есть еще такие носочки. Антистресс. И колпачки еще такие есть. Тоже прикольные. Новогодние кружки. Тарелочки разные. Но мне не нравятся они по качеству, честно говоря. Разные вещи для кухни. Красивый горшок для цветов. Я такой еще не видела. Или же вот эти. Вообще очень красиво смотрятся. Декоративная фигура. Слоник. Морской конек. 99 рублей. Они такие, знаете, меловые. Это что такое? Это тарелочка декоративная. Я просто в шоке. Здесь уже по 199 рублей товары есть. Это какие-то ампулы. Красоты. Разные. Вот думаю, что-нибудь купить для видео, протестировать. Потому что многим понравилось. Вот, кстати, это марка Сиондо. Я потом в чеке почитала, как оно правильно называется. Но здесь как-то очень мало всего, знаете. Так что, не знаю. Выбора вообще почти нет. О, я здесь еще что-то нашла. Это крем. И посмотрим, что это такое вообще. Тоже российский производитель. Написано на корейском языке. Крем для рук и ногтей. Упаковка вообще очень прикольная. Думаю, нужно взять. Обязательно попробовать. Шидкости для снятия лака. Но я их не использую. Смотрите, здесь еще есть средства от Green Mama. Я раньше не видела. Green Mama, кстати, мне нравилась. Когда-то. Ну и сейчас тоже некоторые средства нравятся. Тоже с улиткой что-то. Блокнот с сумочками. 199 рублей. Здесь они есть в разных цветах. Но по качеству вообще ни о чем. Все листочки уже в некоторых блокнотах рассыпаются. Поэтому, если будете покупать, обязательно проверьте. Хорошие ли они или же нет. Еще здесь есть вот такие разные блокнотики. Вот этот вот мне очень понравился. Такая книжка есть. Book Design. Скетч-буки большие есть. Вот они мне понравились. Потому что бумага, ну не сказать, что плотная, но нормальная. Зато размер большой. Ребята, представляете, что я здесь нашла Кеппи. И мне даже идет эта шапочка. Напишите в комментариях. Мне идет эта кепочка или же не идет. Мне очень даже нравится, как она мне смотрится. 199 рублей. Будь стильным с Fixed Price. Все бегом Fixed Price за вот такими кепками. Столько носочков появилось в корейском стиле здесь. Прикольные. Можно выбрать что-нибудь очень приятное. Какой же стильный. Здесь клочья нашла. То есть в такую клетку и вот в такую. Красиво смотрится. Набор подарочный. Полотенце здесь, мочалка и шапочка. И ценник, который никак нельзя отклеить нормально. Кому ты будешь дарить это с ценником. А так, подарочный набор очень даже симпатичный. И смотрите, что мы здесь нашли. Мочалка японская. Ее обязательно нужно покупать, потому что мы раньше такие привозили из Корея. Они очень классные. Они очень хорошо скрабируют кожу. И кожа прям мягкая после такой мочалки. И теперь они из Fixed Price. Вуаля. Прям как перчатки для лица. Тарелочки, смотрите. Анна и Эльза. Очень симпатичные. Синдерелла. Потом здесь еще кто-то есть там внизу. А, ну тоже. Анна и Эльза. Симпатичные. По 99. Итак, ребята, я уже дома. Я решила вам показать здесь во влоге, что я купила в Fixed Price. Потому что все было такое полезное. И отдельное видео на основном на канале я буду снимать уже именно с тестом всяких штучек из Fixed Price. Потому что многим понравилось последнее видео, где я тестирую корейскую косметику из этого магазина. Так что, если вдруг вы хотите посмотреть на тесты всяких бьюти-штук из Fixed Price на мой основной канал. А здесь покажу вам покупки, которые я сегодня сделала. Значит, первое, что мы взяли, это корзинки, которые нужны всегда. Не знаю, корзинки, это вообще наша слабость. Мы всегда их покупаем. И всегда разные. В этот раз взяли, короче, вот эти две. Салатового цвета. И здесь у меня внутри еще, кстати говоря, вода лежит. Такие маленькие бутылечки. Удобно брать с собой. Поэтому тоже решили взять. И вот как раз таки, что я говорила вам про мочалку. Японскую. Они корейские, японские, все приблизительно одинаковые. Но фишка у них в том, какая вот она, ну знаете, жесткая. Но при этом, вот, она очень удобная. Так что, мы обожаем такие мочалки уже на протяжении нескольких лет. Я вот, например, до этого не видела, что они продавались в Fixed Price. Но там было написано, что это новинка. Ну окей. Так что, обратите свое внимание на вот такие вот перчатки. Они шикарные. Так, следующее, значит, я взяла уже Каролине. Это была цветная самоклеящаяся бумага, голографическая, 10 листов и 5 цветов. Вот такая вот. Она уже ее открыла и начала играть. Потом я еще взяла детскую зубную щетку. В наборе шла еще кукла дополнительная. Были еще для мальчиков там с машинками. Но вот я взяла вот такую. Она с мягкой щетиной, поэтому я решила ее купить. Ну посмотрим, она, Каролина ее потестит. Потом мы еще взяли не молоко. Она очень вкусная. И в Fixed Price оно 177 рублей. В других магазинах немножко дороже. Поэтому, когда в Fixed Price бываем, обычно покупаем это самое не молоко. Это заменитель молока на овсяной основе. Так что, если вы не пробовали, тоже попробуйте. Для дома мы взяли еще частин, белизна, гель. Такой отбеливатель для, получается, ванны, для вещей. Ну, в общем, такой универсальный для всего. И у меня здесь еще очень много всяких штук. Например, вот я взяла для маникюра вот такую пудру для маникюра. У меня уже такая есть, конечно же, но более дорогая. Ну, просто многие у меня просят, чтобы я сняла маникюр из Fixed Price. Поэтому я решила много взять таких штучек. Слайдеры. А у меня слайдеры тоже есть. Целая коллекция. Кисточки. Тоже мы будем смотреть, они подходят или нет. И самое главное, это щипчики. Потому что щипчики такая вещь, они должны быть всегда хорошие. А вот, я не знаю, с таким у меня получится сделать маникюр или нет. И пилочки. Потом еще из косметики я взяла такие крема. Они тоже типа корейские. Но я вам сейчас подробно не буду показывать то, что я купила, как это все используется. Просто вот вам покажу, что от фирмы Сианту тоже много что взяла. С улиткой. Это, по-моему, гель. Это крем-флюид тоже с улиткой. Корейская маска. Это вот действительно корейская маска от Самсунга. Кстати, если кто вдруг не знал, то Самсунг, LG это такие компании, которые в Корее выпускают косметику. Более того, LG вообще, в принципе, они начинали с косметики. И еще взяла такой спрей-кондиционер тоже для волос. Так что вот с этими продуктами будет тест на моем основном канале. И, собственно, это были все такие покупки из магазинов Экспрайс у меня сегодня. На 4. 1, 2, 3. Усы катакарят, танцпать фонаря. Усы катакарят, скоро спадает. Мы убитые вдвоем. А мы зашли в магазин, чтобы кое-что купить. Уже скоро пойдем домой, потому что уже вечер. Мы купили хворост. Это Каролина захотела, и я тоже давно не ела. А я очень люблю хворост, прям такой вот вкусненький. Я не знаю, этот будет вкусный или нет, но попробуем. 4 картошки взяла. Это Каролина захотела. Чипсы, томатную пасту, состав хороший. И у этого кетчупа тоже очень хороший состав. Здесь вода, соль, сахар и томатная паста. И все, по-моему, больше ничего нет. Это куриная грудка и наши любимые батончики-корни. Это тоже на перекус я взяла. Они все вкусные и с бананом, и с кокосом, и с шоколадными. Ну вот, решила взять два банановых. В инстаграм выкладывала пост с вот такими вот масочками. Они корейские, ну вообще азиатские. Есть те, которые производятся в Китае, есть которые корейские. Вот эти вот корейские. И я их подарю маме. Потом посмотрим еще. Ну, в общем, на подарок. Вот, я их уже давным-давно пробовала. Они потому что самые первые, которые появились, в принципе, в России. Тканевые маски. А потом уже разные другие бренды начали делать, производить. А это вот самые первые. Так что, если интересно, в инстаграм пост про них. Так, я сейчас буду сидеть за компьютером. У меня есть еще несколько дел. И потом уже буду смывать полностью макияж. В общем, делать свой вечерний ритуал. Сегодня я поэкспериментировала. Мне понравилось. Забыла надеть шапку. Замерзла. Ужасно. Потому что у меня голова в последнее время очень сильно мерзнет. Хотя раньше я могла ходить без шапки там даже в минус 15. Сейчас я вообще не представляю, как я вообще сумасшедшая что-ли была. Без шапки ходила. Потому что у меня потом даже голова начинает уже болеть, если я на морозе стояла. И шапку не надела. Так что я надеюсь, что вам этот лок понравился. И вы поставили ему палец вверх. На моем основном канале вышло видео, где я вам показываю, как я делаю свои локоны в корейском стиле. Так что обязательно смотрите. Потому что многие у меня спрашивали постоянно в инстаграм, как появляются фотографии с этими локонами. Шквал вопросов в директ потом. Как ты их сделала? Покажи, научи. Вот такое видео вышло на основном канале. Так что если вам интересно, переходите, смотрите. И увидимся с вами уже завтра. Всем удачи. Всем пока!